Сегодня биотехнология переживает бум во всем мире. Это самое, наверное, перспективное направление развития мировой экономики. И не даром появился термин биоэкономика. Это будет переломный год, и будет принята государственная стратегия развития бииндустрии, промышленной биотехнологии в Российской Федерации на долгосрочный период. Она будет обсуждаться, будет представлена и будет обсуждаться на крупнейшем международном форуме, который у нас в стране состоится. В апреле этого года это Евразия Био, где соберется вся мировая бизнес-элита, связанная с биопромышленностью, биоэкономикой и так далее. В стране начнется формирование биорегионов. И вот первым таким биорегионом, скорее всего, это будет Татарстан. Потому что в конце прошлого года Республика Татарстан разработала первую в стране комплексную программу развития биотехнологий в регионе. Фактически биорегионы потенциально могут создаваться по всей стране. Но, конечно, они начнутся неравномерно. Это сначала наиболее продвинутые регионы, там, где есть активная созидательная власть. То есть на сегодняшний день мы исходим из того, что уже примерно в 10-15 субъектах федерации созрели все предпосылки для активного и интенсивного развития биотехнологий и формирования биорегионов. Мы ожидаем, что в этом году начнется реализация комплекса такого проекта по глубокой переработке зерна. Вообще это один из таких интегральных проектов. Потому что глубокая переработка зерна – это очень серьезная проблема в нашей стране, когда у нас есть большое количество избыточного зерна, которое мы не можем использовать. Фактически, с одной стороны, мы получаем добавочный продукт, а с другой стороны, мы создаем основу для развития биотехнологической промышленности, биоиндустрии и так далее. Мы можем говорить о конкретных цифрах. Это десятки миллионов тонн зерна, которые нужно будет перерабатывать в итоге. Это продукция на многие миллиарды рублей. Это развитие экономики всех зерновых регионов нашей страны. Сейчас говорят, что мы живем в постгеномную эру, которая наступила после того, как был полностью расшифрован геном человека. На основе этого уже утверждают, что в ближайшие десятилетия будет принципиально новая медицина создана, так называемая персонифицированная медицина. То есть, эта медицина связана с конкретными знаниями о конкретном человеке. Для того, чтобы вот такая персонифицированная медицина была возможна, необходимо, чтобы стоимость восстановления полностью индивидуального генома человека была доведена до 1000 долларов. Вот тогда это становится уже массовозможным. Мы исходим из того, что в этом году произойдут очень серьезные события в этой области, которые существенно приблизят нас к решению данной задачи. Ну и, наконец, пятое событие, назовем это как некая тоже наша цель, к которой мы идем, начнется реализация одного из наших самых главных интегральных проектов и будет в стране построен первый биоэкополис. Это отдельное небольшое поселение. Фактически здесь даже вопрос не в том, сколько человек там будет жить, хотя это должно быть не очень много. Но главная какая экономическая основа, в чем заключается градостроительная концепция этого проекта, это биоэкономика. Не биоэкология, а биоэкономика. Хотя экология здесь тоже присутствует. То есть, используя, основываясь на производстве и переработке биоресурсов, организовать жизнь и деятельность людей. И поскольку у нас в стране одной из самых острых проблем является как раз депопуляция территории, то вот такой проект, он может стать интегральным, якорным проектом, который может быть реализован повсеместно всей территории нашей страны, и позволит ее заново осваивать, если мы говорим об освоении отдаленных космических пространств, то почему бы не начать вообще-то, говоря, с освоения нашей собственной территории. Редактор субтитров А.Семкин